Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас покупочки FixPrice и только-только новинки! Заходила я в несколько магазинов FixPrice и насобирала вам новиночки. Наконец-таки сейчас вам все это покажу. Начнем мы вот с такой вот штуки. Что это? Это коврик для пикника с мешком для хранения. Стоит 199 рублей, и давайте посмотрим... Тут, кстати, написан его размер. 130 на 150 сантиметров, ну, то есть это практически на одного, наверное, только, да? Или на нас с дымкой. Сейчас мы откроем. Цвета там, в принципе, были только, по-моему, вот эти. Вот такой вот идет мешочек для хранения. Завязывается, затягивается вот здесь вот так. Это удобно. И раскрываем, раскрываем, раскрываем. То есть здесь он, в принципе, это, наверное, метр тридцать. Вот здесь, да? А в длину он, наверное... Вау! Да тут на двоих хватит! Ух ты! И еще самое интересное, что с другой стороны он идет вот такой вот. Вот, а это значит, что от земли, от земли не будет идти холод. Вот. Слушай, классно! Это можно даже еще в машину класть, чтобы, знаете, машина солнце печет. Но у меня специальная... Но у меня есть специальная штука, которую я покупала тоже в фикс-прайсе, которая как раз-таки клеится на лобовое стекло. Но не суть. В общем, мне кажется, что вот эта фольга может пригодиться много для чего. В общем, с одной стороны вот так вот фольга, с другой стороны вот такой вот красивый коврик. И он реально широкий, то есть два человека легко на пляжу могут поляжу на нем. Офигенный классный за 200 рублей, мне кажется, очень круто. И он какой-то такой даже вот как будто мягенький. Такой прикольный материал, мягенький. Ну и с мешочком. Супер, супер. Ну и что, нравится тебе? Ой, скажи, можно и так, и сяк лежать, скажи, да? И так, и сяк хочу лежать. Вот так. Мальчику нравится. Денек сюда поместится много штук. Вот поместилось теперь в мешочек для хранения. И хочу вам сказать, что я его нигде не видела, а видела только в одном месте. И вот такие тоже коробочки с пайетками. Тоже видела в одном месте. Это... Там работает моя знакомая. Здесь сейчас я напишу, какая это улица, потому что я уже не помню. Там работает моя знакомая Жанна. Жанне, привет! Ну и всему персоналу привет. На самом деле, один из хороших магазинов. В фикс-прайсе, которым я покупаю, всегда все сложно. И по моему мнению, где я только не ходила, там всегда большой ассортимент. И все новинки, в принципе, там представлены. Так, давайте посмотрим, что это у нас дальше. Тоже 199 рублей. Было три цвета. Бежевая, вот синяя и розовая. Но что-то в последнее время, вы заметили, я на голубенький перешла. Я надеюсь, вы не скучаете по розовым. Открываем. Та-дам! Та-дам! В общем... Хоп! Все. Вот тебе и все. С одной стороны здесь только вот такой вот у нас с пайеткой. Ну что, там ничего нет? Да, вот такое одно. Будешь игрушки складывать себе? Все? Ты будешь играть? А, скажи, мама, что это за игра? Голову вот так раз. Все, вот тебе игра. Ку-ку! Я за нас. Давай вместе. Все. Мы в домике. Тут как-то пахнет не очень, да, Дэй? Фу. Э-э-э. Что-то пахнет не очень. Ой. Да? Ну, короче, вот такой вот обычный складной. А-а-а! Блин, смотри, тут еще дно. Смотрите, дно, дно. Дно, Дэй, смотри. Мы забыли про дно. Вот. С дно теперь. Ну-ка, давай теперь так проверим, да? Мы так проверяем. Ну-ка. Класс. Иди. И ты моя зайка такой. Мой зайка такой. Ты придумала игру. Я будем играть теперь все время. Та-дам! Ну что, Дэй, давай покажем просто цвет тогда, и я тебе отдам, будешь играть. Давай. В общем, со всех трех сторон там ничего нет, а с одной стороны пайетки. То есть... Ку-ку. Ку-ку. А вот с этой одной стороны здесь пайетки, и они с одной стороны синие, а с другой стороны серебряные. То есть его можно поставить на фон где-то красиво. Я вот для этого его взяла. Смотри, Дэй. Смотри. На, играй. Держи. Ну-ка, иди бабушке покажи. Пойди бабушке покажи, какая классная игрушка. Пойдем снова по голубому. Я взяла купальник. На самом деле, я его видела в одном из магазинов, и сначала я думала, брать, не брать. Думаю, да не, не буду брать, я же не буду носить купальник из фикс прайса. А потом подумала, а что нет, блин? Да может, я и буду носить. В общем, а может быть и нет. Я не знаю, но, в общем, надо его обязательно померить и показать вам, как он сидит в любом случае. Поэтому я его взяла. Стоит он тоже 200 рублей. Мне понравилась расцветочка. Красивенький голубенький. Дэнни в коробку уже залез полностью. В общем, вот такой вот купальник. С тоненькими бретельечками. С вставленными вот такими поролончиками. В принципе, не толстыми. Аккуратненький, мне кажется. Сзади он на такой застежечке. Опа. Опа. И такие трусики. Кстати, трусики, мне кажется, очень классные. В общем, надо его замерить вам и показать. Я вставлю сюда уже. Но расцветка мне очень нравится. Давай, помочь тебе? Давай, я держу. Залазь. Так. Получается? Ты большой же, Дэнни. Ты вырос. Давай как мы друг. Залазь. Так. Садись. Так. Ну все. На, кубик играйся. Кубиком играйся тут теперь. Еще из новинок я увидела в том же магазине, о котором я вам говорила, где много всего. Тоже нигде этого не видела. Короче, вот такая вот. Она очень компактная. Причем сумочка. Но она для чемодана идет. Смотрите. Вот она. Чемодан, да? И вот она ставится. Там были еще темно-синие. Но так как у меня два чемодана, и они оба розовые, я взяла розовую. Короче, она открывается. Мне вот ее компактность очень понравилась. А, здесь двойной замочек. С одной стороны и с другой. Выворачиваются. И вот такая получается достаточно вместимая сумка, которую очень удобно на чемодан. На чемодане всегда есть место, и вот такие сумки с собой потом раз и взяла. По-моему, очень клево. Кармашек здесь есть отдельный. По вместимости она прям огромная прям. Туда много всего можно положить. Так, и как она крепится получается у нас? А, вот она и крепится. Вот. Вот сюда. То есть она вот этим вот карманом одевается на вашу выдвижную ручку. Все. Вообще класс. Супер. Я думаю, она мне пригодится. Класс. Кстати, сейчас начинаю рассматривать сумочку все ближе. Она из какого-то плотного материала. И даже нам с Моми показалось, что она будет непромокаема. Это очень хорошо. Прям не тонкое что-то. А вот прям плотное и прям противодождливое какое-то. Вот еще немного розовенького. Я решила взять вот такую вот штучку. Это подставочка. У нас очень много стаканов. И для стаканов на одной поверхности не хватает места. Я решила вот ее поставить. Сейчас открою. Стоит 77 рублей. Вот, смотрите, как хорошо. Что можно ее просто даже поставить, чтобы использовать нижнюю поверхность. Она аккуратненько будет стоять как раз над сушилкой. И еще сюда можно прям 6 стаканов смело поставить. Если они небольшие, то 8 даже. Вот так. И что-то на ней сушить. Я вам поставлю, потом покажу, как она будет смотреться дома. И как раз такой вот пудрово-розовый цвет, я думаю, прекрасно впишется в мой интерьер. И она компактная, то есть ее хранить можно. Классная штучка. Да, их там много продается. И сверху, кстати, можно еще одну такую же поставить. То есть будет как на картинке. Вообще. Вот так вот. Одна на другой. Но я взяла пока одну. Проверю. Еще у нас впереди лето. И нам обязательно понадобится... И нам обязательно понадобится... И нам обязательно понадобится... И нам обязательно понадобится... Веер! Короче, я выбрала веер голубенький такой, красивенький. Там еще был какой-то цвет, но мне понравилось с сердечками. Да даже не только отмахиваться от мух там и от жары, но он красиво на фоне будет смотреться. Потому что здесь и розовенький, и голубой цвет. И даже вот когда я прямые эфиры буду вести, я куда-нибудь поставлю вот так, мне кажется, очень аккуратненько, красивенько. Скажите, кстати, какой вам цвет больше нравится, розовый или голубой? Или микс, чтобы я миксовала? Потому что, видите, у меня и сейчас уже сиреневые волосы, голубые одежды больше всего. Я, видите, покупаю все такое. В основном сейчас все покупки какие-то синие-голубые, заметили? Также я купила еще себе расческу, уже в другом цвете. Я случайно просто положила в какой-то пакет ту расческу и просто не представляла, что же мне без нее делать. Это реально находка. И как-нибудь я соберу для вас видео. Это самые лучшие покупки с FixPrice, которые обязательно надо купить. И эта расческа обязательно будет туда входить. Чтобы вы понимали, это именно вот такая вот расческа с ручкой. Мне нравится, что здесь очень мягкие ворсинки. Ну, кто знает, тот уже знает. И по голове, когда ты вводишь, не царапают голову. В основном все мои расчески, они вот прям царапают голову, поэтому я стараюсь только волосы вот так расчесывать. И то, бывает, запутается. А этой прям можно смело водить по коже головы. И кожа головы моей кайфует от того, что они какие-то массажные, прям вот приятные. Поэтому эту расческу я купила другую в другом цвете. Такую же, но в другом цвете. Так, ну и само собой я покупаю всегда салфетки. Это салфетки в дорогу детские. Это большая пачка салфеток, которые всегда у нас дома, на все случаи жизни, постоянно на столе лежат. И я вот беру именно вот эти детские, именно в фикс прайсе. Еще я люблю с собой носить вот такие антибактериальные салфеточки маленькие. Тоже беру в фикс прайсе. И еще я вместе с вами хотела попробовать вот этот милк-чоколад джаз. Говорят, что от таких вот кофейных зерна в шоколадной глазури, что они тоже бодрят. А не всегда ты можешь кофе на самом деле выпить? Попробую на вкус вместе с вами. Ну а по поводу бодрящести, не знаю. Вот такие шоколадные конфетки. Такая рука у меня. Тоже хочешь попробовать? Дай. Мама, тебе одну. Дэн, будешь? А я тебе не дам. Мама, поверить не можешь, чтобы прям зерно положили. Правда, Лень. Зерно? Тебе нельзя такое, Дэн? Ру, подкажи. А его, наверное, просто обжарили, поэтому... Дэн, тебе такое нельзя, одна забери, башка. Фу, какая гадость. Я кофе, конечно, люблю. Ой, мам, дай запить. Мы пришли с мамой к выводу, что нужно шоколад съедать, всасывать. Зерно можно, конечно, тоже пососать немного, но лучше его выплюнуть. Оно, честно говоря, неприятное и невкусное. Ну, лично на мой вкус. Вообще, такие конфетки продаются не только в фикс-прайсе, они продаются на заправках. Я видала, но не покупала. Короче, мне не понравилось. Все, мои хорошие, вот такие покупки, вот такие новинки. Да? Ты будешь прощаться? Иди, говори пока-пока всем. Иди сюда. Нет? В общем, Денька с вами тоже прощается. И я с вами прощаюсь. Надеюсь, новинки все понравились, были полезны и интересны. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока пойду потихоньку собирать для вас новые покупочки фикс-прайс. Фикс-прайс. И пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. А мы пока будем играться, да? Доламывать мамину вот эту вот конструкцию. И. Давай вот так вместе. Денька, смотри. Я на голову одену, нам на фон же надо что-то придумать, да? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok